дорогие друзья рад всех приветствовать на канале фейгин лайф и сегодня суббота 11 марта время 21 час киеве 22 часа в москве мы проводим очередной стрим день 381 войны с алексеем арестовичем алексей рады видеть добрый вечер ну как обычно я прошу зрителей канала пожалуйста ставьте лайки помогаете нам распространять этот эфир обязательно ссылки на этот эфир размещать своих аккаунтов социальных сетях группах те кто смотрит из россии пожалуйста по возможности в мессенджеров посылайте или на оккупированных территориях если это безопасно для вас то в общем делитесь со своими друзьями знакомыми но если нет тогда не делайте этого это на всякий случай мне кстати много писем о том что люди но как бы не подписываются на оккупированных территориях потому что на проверяют постах собственно телефон на кого подписаны и в общем как ты понимаешь арестович на нас с тобой нельзя быть подписан естественно подписывайтесь на канал те кто не награду разрешите проверяют от половина подписан сама им по работе ставят лайки но это они потом будут пока перед расстрелом говорить вот я же был у них зрителям зачем вы это делаете господа бандеровцы а а вот так вот подписывайтесь на канал фигин лайф это важно это очень важно потому что мы перешагнули порог в 2 миллиона восемьдесят тысячи конечно же на канал алексей арестович в описании к этому видео вы можете обнаружить ссылку на его канал подписывайтесь ставьте колокольчик и весь набор как это обычно ну что же тогда начнем я думаю что пускайте как ты посчитаешь нужным мы можем с карты начать можем с новостей либо какие-то традиционно давайте с карты да потому что много что происходит и интерес а теорийские дуэли мы кроем их они кроют в ответ мирные города сила обстрел вчера был обстрел несколько погибших и солнце тут обычно это конечно свинство потому что убьют по вот она как на зло прилетают на остановке остановки это песенеры обычно и мамы с детьми вот в общем такая история сегодня сегодня есть погибшие запорожское направление но мы кроем в ответ я расскажу от души только мы бьем по вооружу насилия они бьют по мирным людям запорожское направление там тактические действия беспилотники сэпидруктура голову артиллерия стреляет без движений на земле или по крайней мере движение которое но были бы значимые тактические да безусловно присутствует попытка бодаться маринки попытка бодать противника они поддавлют опять же как это годичной годичной долготы попытка окружить авдеевку с юга и севера это понятно ключ это как всегда бахмут злые языки с той стороны утверждают что только на юге и слегка отодвинули но их еще на севере отодвинули опять же злые языки с той стороны говорят что захвачена восточная часть бахмута злые языки это мы говорим или командование наша но они же сетуют на то что уперлись в речку бахмутку а там мосты взорваны и как-то вот уже так не получается захватывать а получаются они пересекли речку или не пересекли нет конечно же а как они могут а на вас расходе городской черте это источники утверждают что в городской черте им пройти не удается что касается севера и юга даже по начертанию карты мы видим что они пересекли в городе тормознули но это злые языки с той стороны наше командование говорит что мы держали держим а будем держать на север сходили кстати злые языки утверждают наши там на севере немножко сходили от пенали их но как видим сама обстановка достаточно продолжает оставаться сложной но контролируем теперь идем дальше значит вот это движение на северск на отсечении она как вокруг раздолов кита и веселого танцевала так это танцуют двигаться им там особо не удается а как мы понимаем вот такой выпирающий фланг выступ это головная боль для них страшно потому что никакие набеги на славянской кроматорск пока он существует невозможно как бы им не хотелось вот поэтому они должны решать эту проблему снизу она не решается никак и сверху она не хочет зараза решаться потому что радостный забег на лиман ямполь заречная так далее но не не идет они конечно и видео публикует как они там страшно берут наши опорные пункты стараются я вижу что пропаганда пропаганда уделяет этому большое внимание пропаганде успехов мы уже знаем законной пропаганды чем больше пропаганда успехов тем значит меньше того чего они на самом деле достигли из того что собирались не пошло не выходит в районе купинска на дворичная вечная стрелка которая находится там отдельные тактические действия забег туда тоже не получается они сильно забуксовали на направлении лиманского хотя пытаются действовать и в принципе не очень у них с бахмутом пока темпы упали на севере отодвинули по их же словам в общем некая пауза и опять же некоторые злые языки утверждают что идет подкрепление их под маленькую идет их на подкрепление под угледар и они вот-вот и так далее но пока это вот вот уже несколько дней пока она особо не сбывается посмотрим что будет на это все но в принципе вот эта вот история да помним что иногда бывают обстоятельства черниговской сумской хотя давно уже не было одну по крайней мере за таких в результате которых погибали люди по моему крайне было на прошлой неделе что только вот сейчас сложно сказать но тем не менее это районы которые ограничены российской федерации харьковский север-карьковской области там обстрелы дело почти ежедневно я к тому что по моему все таки я не помню гибли люди люди в черниговской сумской украине там пять семь дней это уже само по себе очень хорошо вот так так спасибо давай вот о чем чтобы далеко не отойти в первое это то что анонсируется новое наступление на угледар опять собирает типа кулак опять собирают танки но об этом говорят какие-то источники разные вот и иностранные возможно какой-то проброс идет со стороны москвы и так далее но вот смотрели там же была неудачно это атака говорят там достаточно сисели 180 танков уничтожено российских страниц и там бронитет там все вместе да я согласен а какой в этом смысл все таки они хотят предупредить контрнаступление готовящиеся украины зачем их задача отодвинуть наши войска от волновахи задача номер один потому что железнодорожный узел крупнейший на котором висит снабжение все южно южной группировки от херсона до моря мариуполя и но большая часть железнодорожного снабжения а мы туда до 136 километров до глидара по прямой до станции мы достаем туда в частности мы достали по моему позавчера очень лихо там бахнуло прямо на же до станции волновахи их это крайне беспокоит потому что снабжение не может быть плановым они все время ожидают что-то себе на голову на поскольку у нас есть полнота разведывательных данных обычно это очень удачно прилетает в какие-нибудь эшелоны с боеприпасами с топливом им это страшно не нравится во-первых не эшелоны не боеприпасов во вторых как бы надо все время восстанавливать и ремонтировать чем злая история вот а если мы туда еще ближе придвинемся что они тоже опасаются это вторая причина то вообще может быть горе потому что нам чтобы пересечь пресечь их снабжение не надо или топать захват до волноваху взять и все или любое место скажем так любое пересечь железнодорожную линию в любом месте я на вне на некоторых мест от удаления от линии фронта в запорожской области в некоторых местах 20-30 километров там до 40 вот их это крайне беспокоит но на юге трудно воевать местность не позволяет поэтому все их радостное накопление обычно заканчивается прилетом на голову ну и попытки штурма до оборачиваться тем чем она обернулась 160 единиц техники потеряли бронетехники это конечно знаете ли впечатляюще ну и очевидно собрались потерять очередные 160 посмотрим но смотри дальше вот был накануне у нас не было эфира но был промежуток сегодня суббота два дня мы пропустили за это время был удар так называем возмездие они так сами московская сторона это обозначили за брянскую операцию дарья были по киеву и по другим соответственно городам украины но вот смотри учитывая учитывая что значит они использовали калибр и там вот все такое какова вот здесь ну история с патриотами которые способны сбивать эти как утверждают наши языки еще нет посмотрим куда приедет первая батарея вторая как она будет поставлена пока их нет мы боремся теми силами которые мы можем удар был комбинированный впервые используем на 6 кинжала во время удара который мы не сбиваемся плюс использовались и х-22 тоже помощь и что который мы не избиваем но калибры x-101 555 не х мы мы проведили изрядно впрочем как обычно там примерно тот же коэффициент 76 где-то 74 процента сбитых значит это не удар возмездие это плановый удар по новым объектам нашей критической инфраструктуры энергетической просто нужно было оправдать как-то там слез сразу за уездом генсека он что вот мы тут удар возмездие бла-бла-бла в общем они навешивают идеологическую флер там где и преследуют вполне материальные цели то есть по-прежнему просадить нашу распределяющую критическую инфраструктуру которая распределяет электроэнергии 6 генерации у нас избыток после того как включили два блока на атомные станции а вот распределение это проблемы вот тут параллельно кстати они немножко там повредили запорожского с которого в шестой раз за время войны ушла на дизельные генераторы вообще конечно такое обращение с атомной промышленностью это такая себе история вот но тем не менее и так комбинированный удар они пытаются запутать полу они бьют средствами которые мы не можем перехватить но надо помнишь эти кинжал это всего до 40 штук по самым темистическим данным а по остальным меньше ну смотри ты знаешь мои отношения но не меняется как бы они не комбинированы удары не пытались там хитро прорывать полу не пытались много ракет запускать они запустили много 80 с лишним в этот раз включая там конечно ракеты кастриста вот как бы они не убивали наших людей у нас погибло в результате этих обстрелов 6 человек 4 в донецкой области вот это в целом это очень бессмысленно бессмысленная история абсолютно и по соотношению первое поставлены цели второе тратные достижения и реальных достижений это просто наверно во всю историю за всю историю человеческих войн за всю письменную историю наиболее бессмысленное действие которое тогда можно себе представить но они продолжают настаивать хорошо что они такие делают были бы умнее было бы гораздо нам сложнее продолжается какое-то движение вокруг ирана ирана якобы сегодня поступил сообщение заключил сделку по закупке российских истребителей су-35 сообщает государственное агентство ирна соглашение был подписан после того как истекло действия оружейного эмбарго запрещающих покупку ирана обычно пружин заявили в тегеране ну понимаешь на фоне совершенно непонятно им самим су-35 ты нужны ну непонятно когда они еще произведут когда продадут но министр обороны лой тостин американцы не только он не то мне но он приехал в израиле там вообще очень делегация да 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 звучали резкие заявления относить перспективы удара по военным объектам иран со стороны израиля и понятно что это поддерживается вашингтоном и возможно какие достигнут уже договорился ранее страшно с караве они сказали мы исчерпали другие средства естественно иран остался только военный вариант мы пристально следим перед этим напоминаю где-то за месяц были совместные американские учения ввс где не отработали сложно комбинированные операции по типу необходимый для ударов по объектам вране ну израильтяне что говорят что мы пристально следим за ситуацией как только она добежит до неприемлемого уровня понятно что никто не даст иметь ядерное оружие они там обогащаются обогащаются и возникает вопрос чужие так забавно обогащались и не помог ли им кто-то там на обогащаться да как бы да то сразу прилетит по полной они не стесняясь прямо об этом говори мы понимаем что это политическое заявление декларации очень высокого уровня который на гривой казине объедешь то значит будут тушить этот пожар как они считают и ежели чего не так пойдет в этом смысле было бы гораздо хуже если бы они пытались там сейчас на переговоры какие-то эти там что-то невнятно бормотали россияне готовы к применению вооруженной силы против ирана это для нас положительная новость потому что косвенным образом это повлияет на поставки вооружение военной техники в украину хотя потому что они они будут вернее россию потому что они будут говорить но узнать у нас мы сами нуждаемся и всякое такое а любое усиление углубления сотрудничества ирана россии и это значит дополнительно это значит израиль соединенные штаты и многие другие страны будут пить именно по этой составляющей по поставкам том числе что нам выгодно просто по одной простой причине потому что в ответ на поставки иранские россия что-то поставляет иран и эту цепь надо разрывать это очевидно я думаю что для израиля это вообще очень болезненько крайне болезнь там надо не 1 мишень который известен до своей радикальной позиции в отношении рода как раз конъюнктура сложилась вот смотри ну ты слышал о том что как-то развивать ситуация почему и спросил про иран относительно пекина и вообще визиты якобы сидим пина его кстати официально уже утвердили переизбрали на посту и таскать тут поздравление да там три поста там один на съезде которые избирали там еще несколько постов но это у них обычное дело коммунистов значит смотри как бы суета продолжается уже звучали следующие нотки что со стороны там полу названных скажем так источников из пекина о том что ну типа если можно тайваню поставлять вооружение со стороны сша то почему пекину нельзя поставлять вооружение москве то есть они в общем провоцируют они шантажируют они как бы обозначили что их интересует тайвань ну я считаю тут недвусленность прочитана эта новость была ну не совсем анонимная со ссылками не названы и они дают понять что они хотят это маркета риторика никакого тайване они конечно хотят но недовооруженные операции потому что через двухсотых километров брони очень трудно вести храбрые операции особенно десантные операции с высоткой войск и так далее попытка тягаться на море и воздухе с американцами понимаем чем это кончится поэтому это все риторика хорошая китай тоталитарно тотально зависит от экспорта этого самой страшном сне видят наложение любых санкций как мы понимаем их неоднократно предупредили что если ребята вы двигаетесь по линии снабжением российской оружия вы улетаете под санкции а теперь вопрос зачем китаю это еще мы рассуждаем с тобой зачем я не вижу никакого смысла страдать за россию за за чего себя в россии был хоть какой-то шанс у рф путинской выиграть войну тогда да они бы могли поставлять чтобы так сказать сеть за стол победителей посреди на подпадет его за нос поделопа чем но опять же они не сделали этого когда шансы были какие-то сейчас тем более когда все уже проиграли когда есть мирное предложение со стороны китая территориальная ценности я же люблю в этом базовая противоречие она они полностью поддерживать территориальную целостность неприкосновённости Украины и поставляют вооружение того чтобы она территориальной целостность было наруженному уважение к территориальной целостности других стран. Потому что в противном случае территориальная целостность Китая становится проблематичной сразу с тем же Тайвань. Если мы прямая аналогия. Если можно отнимать Крым, то значит Тайвань делает ручку Китая. Они на это не пойдут. Нет, я не верю в абсолютную поставку вооружений со стороны Китая. Риторики будет много, угроз будет много и так далее. Тут же интересные вещи развиваются в отношении санкций. Господин Глингем полтора часа, говорят, просидел в аэропорту, когда был визит в Центральную Азию Турции. Просто немного поговорил, и в результате что-то случилось. Случился компьютерный сбой в таможенных службах Турции, который уже несколько дней не позволяет вести подсанкционный транзит через свою территорию. Это вчера была новость. Не заладилось. Товары серые, которые до этого шли вплотную в Россию, перестали идти. А еще накануне зерновая сделка, торгуются за это, сильно уговаривают, как могут, и так далее. Ну, очень так получилось. И ЕС говорит, мы хотим обратиться к этим странам, говорят они, с просьбой о прекращении реэкспорта в Россию подсанкционных товаров, пишет Блумберг. Мол, не продавайте вы передовые технологии, другие товары из Европы, Российскую Федерацию. Не нужно. А к кому они планируют обратиться? Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, несколько других стран, Восточная Европа и Центральная Азия. И вдруг, говорит, США, тот же Блумберг, заместитель главы Минфина США, Ольга Адаймо, говорит, мы к африканским странам просим обратиться. Мы говорим, что ваши экономические интересы гораздо проще связать цивилизованными странами, нежели с путинским режимом. Не нужно. Путинский режим чрезвычайно интригует с Африкой, мы же знаем, пытается обеспечить и политическую поддержку через голосование в ООН либо за пророссийские резолюции, либо против антироссийских, за удержание неголосования и через всякие африканские схемы. Кутербург, штаты говорят, не надо посылать сигнал, вам это не нужно. Не нужно, потому что вам выгоднее с нами. Вы знаете ли, всякие санкции, и так далее. А если не нужно всем, как мы думаем, нужно ли это Китаю? Конечно же не нужно. Потому что можно вылететь под санкции. Да что тут ходить далеко? Орбан. Орбан вышел из-за невероятную вещь. Он говорит, в Венгрии нужно задуматься над тем, какие будут отношения с Россией в будущем. Нужно готовиться к тому, что они будут сильно осложниться и не восстанавливаться долгое время. А это была одна из трех стран в Европе, которая с особой позицией была по отношению к санкциям к России. Венгрия, Сербия и Австрия. Австрия очень быстро пришла в себя. Более того, начали искать своих коррупированных элитов. Элитах людей, которые сильно дружат с Путиным. Сербия очень быстро пришла в себя. Вчера давал интервью, привезли сербский президент, говорил, да мы не поставляем оружие. Мы тут ни при чем. А если кто перепродал, так мы тут и ни при чем. Нам рабочие места нужны. И вот Орбан сказал о том, что не так все просто. Это положительная новость, потому что мы видим, что Евросоюз, да и вообще НАТО, я так понимаю, наднациональные структуры нашли способ, может и отдельные страны, уговаривать самых нездоворчивых, желающих сообщить, сохранить особое отношение с путинским режимом. Кроме того, по периферии прилетело очень строгое предупреждение. Ребята, не стоит. Тихие гавани для путинских денег, там все эти серые схемы. Боррель выступил, глава европейской дипломатии, сказал, что Евросоюз исчерпал санкции, которые можно вводить к России, но зато мы можем побороться за тем, или почти исчерпал, зато можем побороться за отсечение серых схем и зон. На этом будет сосредоточено. Напоминаю, что через серые схемы и зоны идет очень много всего в обход санкций, и именно это нужно придавить. Это тема номер один. Я немножко знаком с темой в тех местах, где все знают широкие зрители и уважаемые издательства. Я вам скажу, что творится там достаточно серьезный беспредел. И если их урежут хотя бы на третье, это очень сильно просадит путинские возможности. ВПК и по всему остальному поставляют много реального, поставляют в обход. И вот сейчас это надо рубить. Там все. Там и американские фирмы, и европейские, и какие-то частные, понятное дело. Государство с ними борется, ограничивает. Но надо поджимать больше. Но тут еще полбеда. Обычно это реэкспорт. Поставляют в одну страну, она перепродает к частной фирме. Она перепродает в другую. И на третьей, четвертой ветке конечным пользователем оказывается ВПК Российской Федерации. Именно на этом сейчас изредотачиваются, чтобы дать по рукам и прекратить это дело. И это очень хорошо. Потому что если блокировать сервис, или хотя бы частично блокировать, я же говорю, даже на третьем. Проблемы у них начнутся грандиозные. И с обстрелами, и с попыткой вооружать. А уж там про какое-то развитие или восстановление боеспособности по сложному оружию, высокоточному оружию, вообще им можно не мечтать. Ну и опять же, тут же надо понимать. Например, они запросили, есть информация, что они запросили у Китая российской армии несколько сотен тысяч сухпайков. Не съедая. Да, не истребители. Ням-ням. Сухпайки. Кушать нечего. Старая наша тема, что им особо кушать нечего. О чем мы говорим? Какие там эти самые. Тем более, у китайцев уже очень много авиационных двигателей. Это сами поставлялись из российской герации. Вопрос, что к чему будет возвращать? А тут проскочила новость, опять же, Bloomberg или кто-то там, я сейчас не помню, из таких вот Политека, кто там, что Пакистан может вернуть в Украину те танки Т-80УД, которые поставляли с нами в свое время Пакистан. А, индийская. В этот раз индийская агент написала у Блумберга и Политеки, что могут вернуть в Украину. И это очень хорошо. И Росстат вышел сегодня с новой информацией. Они сказали, что количество россиян с доходом ниже границы бедности в 22-м году составило 15,3 миллиона человек. Это люди, страна, которая получает бешеные доходы от нефти, газа до сих пор. Вот в 400 серых танкеров гоняется туда-сюда и прочее. 15, но каждый десятый россиянин за чертой бедности. А за чертой бедности переводится очень просто на нормальный язык. Это нищета. И у меня всегда вопрос в таком случае. Куда вы лезете? У вас каждый десятый россиянин нищий в богатейшей стране, которая ну просто завалена деньгами даже в том режиме, в котором вы ее нещадно эксплуатируете, а при разумном хозяйствовании и честном игре по правилам рынка могли бы еще в 10 раз больше заработать. Куда вы лезете? Зачем запорожская Донецкая область? Зачем вы разрушили Мариуполь и теперь вы пытаетесь восстанавливать? Если у вас каждый десятый живет в нищете. Ну, да, а каждого тысячи... восстанавливают и ничего не будут. Потому что мы борем, мы что собираемся? Деньги, это же понятно и так далее. Три дома построили по цене до туннеля Москва-Пекин подземного с освещением с четырьмя полосами внутри. И говорят, мы тут восстановили. Так что и это же еще надо понимать, что это была тогда манипуляция с уровнем дохода, да, там, с этими 17 тысячами на человека и так далее. Потому что она позволила поднять планку. Реально же больше, чем каждый десятый. Не каждый восьмой там был за чертой бедности. И вот это с этой голой жопой лезем к другим странам, пытаемся их там что-то давай завоевать, там, перекроить и так далее, и так далее. Бессмысленная история с точки зрения здравосмысля. Но лезут, видишь? Ну да. 50% сил негативицирован, ну, может, то вот мы значит всем дремительнее. Мы великая газовая держава, энергетическая сверта. Будем бороться и завоевывать. Тем временем Норвегия заявила, что 7,5 миллиардов долларов в течение пяти лет ближайших хочет отделить Украине на военную помощь, передаст пусковые установки по управлению огнем ракеток системам зенитно-ракетных комплексов на САМС, которые чрезвычайно эффективны. 10 пусков, 10 попаданий. Так же, как аресты. Вот такая позитивная история для нас. Так. Кому-то помогают, а кого-то отбирают. И рано или поздно эти графики сойдутся. 246 тысяч с лишним нас смотрят. 74 тысяч поставили лайки. для субботы вполне себе. Так что, не забывайте, те, кто присоединился к нашему эфиру, ссылки на этот эфир размещайте у себя. Там в группах особенно хорошо идет. Лайки ставьте. Ну, и обязательно подписывайтесь на канал Фегин Лайф. Если вы еще не подписаны и на канал Алексея Ристоевича. Лайки ставьте. 25 кадр пытались. А, 25 кадр. Да, да, включай, включай, включай. Включай, это надо. Лайки ставьте. Друзья, мои недруги, да просто завестники, много лет пытались найти на меня какой-нибудь компромат, чтобы сказать, смотрите, он тоже не идеальный, и у него есть что-то, чего ему стоит стесняться или стыдиться. Ну, нет, ребята, перелопатили всю мою биографию, всю мою жизнь. Ничего не смогли найти, только лишь то, что в 2007 году я рекламировал, не продавал, замечу, а рекламировал. Медицинский прибор «Золотая пирамида». Медицинский прибор, который имел все лицензии Министерства здравоохранения и необходимые патенты. Ну, что же, поскольку у меня самоиронии, в отличие от многих других, все вот так, я решил в пику тем, кто рассказывает о «Золотой пирамиде», выпустить кондитерское изделие, которое называется «Яйца гордона в шоколаде в «Золотой пирамиде».» Все думали, что я шучу. Нет, ребята, я никогда не шучу. Шучу я всегда, но выполняю то, что пообещал. Вот они, яйца гордона в шоколаде в «Золотой пирамиде». Вкуснее яиц, ребята, никто из вас никогда не ел. Всем хорошим людям рекомендовано есть эти яйца гордона в шоколаде от «Кузо». А всем моим недругам и завистникам рекомендовано облизывать яйца гордона в шоколаде три раза в день по часовой стрелке. Может быть, вы станете немножко добрее. Так, ну вот смотри, вот Данилов, секретарь НБО, секретарь НБО сказал, как-то обсуждалось немножко нервно, но что он сказал, что по его мнению, ну, редакции своей передаю, значит, растет число людей, которые, в общем, в Украине согласны на мирные переговоры. Причем, ну, никаких цифр не называлось, мы чисто умозрительно об этом можем говорить, а вообще, на твой взгляд, действительно ли такое может быть, там, я не знаю, измотанные войной люди как-то, в общем, двигаются в своем отношении, допускают и такой вариант? У нас огромное количество людей, которые хотят мирные переговоры, практически все, но только на одном условии, когда ни одного российского солдата не останется в нашу территорию. Сразу все за мирные переговоры, поэтому, как бы, здоровье, после выполнения этого условия, ну, на что тут намерк, что, как говорит российская пропаганда, тут все страшно боятся мобилизации, вообще устали от войны, допустим. Мы же понимаем, что каждое настроение, оно сформировано, оно и само по себе возникло. Сколько уже не было позитивных новостей фронта, когда мы побежали, захватили, отвоевали, тогда как... Ну, не было. Ну, так, по-хорошему, после остановления Хельсона, все. По-хорошему сны. Ну, ясно, что у хористичного громадяны, на какие он может мыслить там без нашей помощи, я без всякой иронии говорю, потому что человек не учился просто оценивать такие вещи, а мы не умеем, наверное, то, что он умеет делать в своей профессии. Он думает, что, ну, как-то вот оно все очень долго, печально и без просвета. Но, как только произойдет контрнаступление и пойдут позитивные новости с фронта, настроение, что с ним произойдет? Он может наверняка переменится, да? А теперь добавим весну, чисто биологические факты типа увеличения количества солнца, продолжительности дня, там, весеннее настроение. Я думаю, что мы справимся. Даже если где-то что-то растет, как-то в принципе. Да и что такое растет? Ну, вот крайний опрос реальный, 89% украинцев говорят, мы будем воевать, даже если, и еще жестче, если даже применят ядерное оружие. Ну, представим себе, что от этого числа отняло 4%, и эти люди перешли в пользу тех, кто хочет переговоров. Ну, будет 85 вместо 89. Это серьезный фактор? Нет. К тому же, это фактор динамический, который достаточно управляемый. Главный ключ – это успехи на фронте. Ну, второе – это внутренняя экономическая ситуация, но мы же понимаем, что управка на войну это непросто. Но, с другой стороны, я же говорю, даже увеличение продолжительности светового дня, или даже увеличение генерации, связанное там, электричество, связанное со светом, со всем остальным. Это, да и в принципе занятость людей, потому что сейчас начнется посевная, там очень много людей уйдет туда, у них будет работа, у них будет какой-никакой доход. В общем, я думаю, что это величина, в отношении которой можно особо не опасаться. Ну, кроме того, здесь же ключевая вещь, принципиальная. Мирный переговор, это вообще о чем? Предмет какой? Мирный переговор. В глазах этих людей. Он не уточнял. Конкретно, Данил, как он не уточнял. Здесь надо доисследовать, и что, еще вопрос, что люди понимают под этими мирными переговорами. Мы же не знаем конкретно, что имеется в виду. А вдруг они имеют в виду освобождение всей территории Украины вооруженным путем, а мирный переговорный по Крыму. По себе, это такая вещь неоднозначная. Их раньше было 4% таких. Как бы, ну, то есть, растет количество сторонников мирных переговоров это такая фраза, которая нуждается в очень высшем уточнении. Я как бы, мы попытались области, возможно, очертить, но, честно говоря, я не очень могу. Я просто видел и верю, и я не, особо в жизни не встречал человека, который был в за мирный переговор. Не встречал, это, конечно, плохая выборка, но, с другой стороны, и эта выборка тоже. Все зависит, ключом будет контрнаступление его реального успеха. Будет успешно количество людей, которые за переговоры, даже если оно есть, и даже где-то оно подросло, я, честно говоря, сомневаюсь, что это даже процент резко уменьшится. Если не будет успешно, ну, понятное дело, же люди живые, они увеличатся, количество сторонников. Но в любом случае до критического размера падение меньше 65% поддержки примерно, как я понимаю, когда надо реально уже смотреть на, пересматривать внутреннюю политику в этом вопросе и внешнем, возможно. Обычно, по крайней мере, думать об этом начинать. Там еще очень-очень долго. Очень. Ну, и опять же, поддержка коллективного Запада. Если поддержка будет продолжаться, а она будет продолжаться, если она будет усиливаться, а она будет усиливаться, то очень важно же ощущение, что мы не одни, что за нас мир. А мир за нас, и мы не одни. Это же ясно, ясно, ясно. Я бы еще поборолся на внутреннем экономическом фронте чуть больше свободы населению, населению, народу. Неправильное слово население, народу, людям. Но это наша вечная больная тема, о которой надо снимать три отдельной передачи. Бог знает, может и придется. 261 тысяча нас смотрит. Вот смотри, ты видел Пригожина, он записался, охранники ему говорят, отойди, говорит, от края, или что-то в этом роде, ну там, типа, можешь шарахнуть. Он, значит, это он прикалывает, так он говорит, я президентом могу баллотироваться Украиной. Я сразу ему предложил обратиться в ЦВК, прям подъезжает, пусть в Киев, значит, его встретят. Вот. Ну, вроде как, ему отключили связь, пока у нас не было эфиров, он в аудио заявил, что ему отключили связь, или мы это обсуждали, не помню. Не обсуждали. Не обсуждали? Это, значит, не с тобой. У меня все эфиры, знаешь, в голове, вот так вот. Я с утра до ночи по 5-ти. У меня тоже все вот так. Я часто мучительно пытаюсь вспомнить, как мы не говорили, неужели мы говорили, не говорили о налетах, а потом вспомнил, что я с Юлей говорила, а с тобой нет, потому что... А со мной не говорили, это было, наверное, в четверг. Да, да. А у нас сегодня суббота. Ну, вот смотри, а он еще записал аудио и, значит, говорит, у меня отключили спецсвязь, отключили телефоны, ну, это такие вертушки, я просто видел их, у меня вертушек никогда не было, но я видел как бы в кабинетах в свое время, в 90-х, такие вертушки. У него она, видимо, была, но эта связь вообще обеспечивала, соответственно, и пропуска у него отняли. Вот он пожалелся. У него, скорее всего, была спутниковая или с ее элементами, потому что... Не, ну, доступ там какой-то, там кодовый доступ, наверное, я думаю. Да, там какая-то вертушка. Суть важна техническая и подробность. Дело такое. Его не хотят слышать на том конце провода, вот что это означает. Это печальная новость. Я же говорю, как это, коридоры кончаются стенкой, а туннели выводят на свет. Он пошел по коридору вместо туннеля. Поэтому рано или поздно все это очень быстро закончится. А зачем ему, а зачем это продавать? Что такое с номенклатурной на точке зрения пропуска отобрали. Это же все. Это что, это статус? Ксиву забрали. Да, забрали все. Это статус. Да, отключили от связи, но все, это конец. Это последнее предупреждение перед пулей затылой. Поэтому... При Сталине так было, кстати? Ну, так, это административная логика такая. Поэтому, как бы, она может быть фигуральной, то есть, оставят живых, может быть, не фигуральной, учитывая манеру расправляться с распоясавшимися полевыми командирами у Кремля. Она может быть вполне не фигуральной. Но, в общем, человек поет последнюю песню или предпоследнюю. Высоко. А у меня вопрос. А где Кадыров сейчас? Риторически. Кадыров, типа, сына отдает в брак? В брак. Он, говорят, в Дубаях и крайне плохо себя чувствует. Но это вот сходит слух. Никакого подтверждения явного нет. Я вот боюсь такие вещи комментировать. Ну, да. Но вот представим себе как гипотезу. Вот исчезает Кадыров. Исчезает Пригожин. А что же остается с ультрапатриотической партией ультраправой? Золото, понятно, он еще честно ходит служит, которая вот там ругала начальника генерального штамма, ругала там, значит, Парина. И вообще было чуть ли не там главным инвестицием особо ультрапатриотических россиян, которая значится этот самый, которая значится за войну до побед до конца. Где все, где вожди партии, которые там перекличками ругали российских очевидно, отодвинули их, нет просто. Остается один Пригожин и то от безвыходности. Нет, то и же и Пригожин. Если даже они все дружно останутся в живых, они кого там из них не отравили и не этот самый, то их нет. Они и в медийном пространстве пропали от принятия решения, их отстранили. Заметьте, что Игорь Иванович при этом Стрелков, Герки, чувствует себя по-прежнему прекрасно. Замечательно от них отстраивается чисто медийный смысл. И согласен, если смотреть с точки зрения политтехнологий, у него очень хорошо сработает с ядерной аудиторией. Правильные месседжи, имперская составляющая, дурацкий, плохой Путин, кривой министр обороны, ребята, вот здесь все ядреный электорат. А люди, которые зло на него кричали и рассказывали, что ты, даже если попытаешься завербоваться, Вагнер, мы еще раз смотрим, кричат, что у них отобрали паспорта, вернее пропуская спецсвязь. А Игорь Иванович, все в порядке. А Игорь Иванович, кто у нас аттестованный офицер Федеральной службы безопасности? Главный полковник. Теперь вопрос, а кто крутит тему с остранением из эфира одиозных представителей ультраправой, такой ультрапатриотической верхушки, этого дракона о трех головах, который еще вчера пугали Путина, получали привилегии, там и рассказывали, как они сыновья олигархов забреют и как надо воевать в начале икульного штаба. Где они? Когда Золочев последний раз золото последний раз мелькал? Золтов задвинул, Золтов как бы его нет. Где Кадыров? Ну, Привожин еще там подпрыгивает и кричит. Все, кончилась история. Так что можно поздравить Федеральную службу безопасности лично Игорь Иванович и посочувствовать трем вышеназванным фигурам. Большие сдвиги, знаете, на России происходят сейчас в путинском руководстве. У меня вопрос, не готовят ли к миру таким образом? По принципу скрипач не нужен. К миру не в том смысле, что мы договоримся, к миру, потому что они сами сами думают сворачиваться в перспективе. Им не нужны громко кричащие ультрапатриоты, которые призывают к вам не на победу. Ну, логика в этом есть, конечно. Зачем? Зачем те, кто будут кричать о том, что продали, предали и так далее? В качестве рабочей гипотезы. Рабочей гипотезы. Друзья, добрый день. Вот такая у нас обстановка. Видите, света нет. Опять, спасибо нашим русским в кавычках братьям, чтобы они горели в аду за все, что они для нас сделали хорошего в кавычках. Опять-таки, вот сейчас сижу, подписываю для своего магазина мерча Гордон Шоп книжки. Вот уже, видите, вот такая лампочка у нас вот такая, видите, как на батареечках. Вот уже 9 книжек подписал, у меня осталась 10-ая одна, вот такая вот. Видите, сейчас буду подписывать, чтобы вы видели, как это происходит и знали, что это подписываю я, а не кто-то за меня. Я всегда делаю все сам. Сейчас я вам покажу. Вот видите, вот так раскрываюсь. Вот так вот делаю. Неудобнее было. Сейчас за что-то зацеплю красиво. Так. За планшетик. А что делать? Приспосабуемся. Человек такое животное, что ко всему приспособится. Сейчас вам покажу, как я буду эту книжку подписывать. Вот так. Вот так видно будет, видно будет, да. Вот видите, как-то так. Всех победим, всех одолеем. Слава Украине. Ну вот смотри, Медведчук тут дал им какой-то короткий комментарий или интервью. Причем говорили, что он тоже куда-то в больницу попал. Говорит, меня держали в апреле. В апреле прошлого года, 22-го, в мешке на цементном полу. Я очень хорошо помню наши эфиры с задержанием его и его охранников. Зачем ты держал его в мешке на цементном полу и что-то с ним делал? Мы долго искали паркетный пол, не смогли найти в том месте, где его брали. Поэтому нашелся только цементный. Уже извините. Так получилось. Слушай, но он же как бы все рассказал, вот сейчас что он может сказать, он вообще на твой взгляд рассказал все. Он сдает по чуть-чуть. Он сейчас в паблике дает, например, что Порошенко говорил о том, что чуть ли не заберите Донецкую область, нам бы озветь. Попробую, что его заявление недавно и так далее. То есть, что он сдал на твой взгляд? Я не знаю. Но по законам жанра он обязательно что-нибудь сдал. Как это что-нибудь? Наверное, все. Или почти все. А когда это все всплывет... То есть, это может всплыть в виде видеодопроса, в видеодопросах его... Оно же тоже может всплыть по законам жанра в подходящий момент. Судя по всему. То есть, в момент может возникнуть подходить. Потому что выглядит, как он прокладывается под эти показания. Понимаешь? А я вот там все рассказал. Поэтому не удивляйтесь. Я был на цементном полу в мешке. Вот попробуйте на цементном полу в мешке миллиардеру лежать. Да. Неудобно. Неудобно. Вообще неудобно. Так, ну, мы уже 38 с половиной минуты. Мы ближе к концу. Вот смотри. Президент Зеленский дал поручение на основе петиции, которая была размещена на сайте. Тема тебе должна быть ну как-то краями близка. Игорь говорит, давайте переименование в Москве. Уже отреагировал, ты знаешь, кто, даже не надо говорить. Малыш отреагировал, сказал, давайте, как он опять, Медведев сказал, Бандера Рейх или что-то Салла Рейх. Ну, в его фантазиях, его больных, так сказать, у него ничего больше такого оригинального не уходит. А вот в Москве, ну, это выглядит, как чистый троллинг. Понимаешь? Мы вас теперь в Москве будем знать. Вы же сами говорите, Путин, говорит, останутся московиты и уральцы, москали и уральцы. Как он там, я не помню, сказал. Выглядит, как чистый троллинг. Вы же знаете мое отношение к величайшей краже в истории, когда... Да, а насчет Руси? Московия взяла и присвоила себе название Руси только на взгреческом переводе России. Даром, что Прокопович, ректор Киева-Могилянской академии, украинец, это все предложил, но тем не менее, что, как сказать, затею Прокоповича, что исправят Аристоевича. Мне такой нож с такой надписью подарили, Надя Рождите. Так вот, начало, вернуть все, как говорил Конфуций, все начинается с исправления имен. Я за. Вот мне хочется... Ну, а как ты себе представляешь? Вот они останутся в Москве, Россия останется в Москве, а Украина будет кем? Вот, наверное, будет Украина. А мы пока побудем Украиной, а там, гляди, там и следующий шаг в составлении исторической справедливости. Добавим слово Русь вначале. И будет у нас... То есть, Русь-Украина все-таки? Да. Или Украина-Русь? Русь-Украина. Киевская Русь. Так в канонических церковных документах числится до сих пор. Русь-Украина. Более того, у нас есть государственный праздник, связан с этим. Крещение Руси. Руси-Украина. Ну, да. Когда говорится о крещении Руси, оно в церковных канонических правилах всегда идет Русь-Украина. Потому что это название канонической территории. Поэтому нам не надо далеко ходить. Это исторический факт. В Львове есть улица Русика. Гареческая уния предполагала вступление третьей народа. Когда Речь Посполитая должна была расширяться до третьего народа. Народ отынцевался народом русским. Гетьман Бадаминский был вообще гетьманом русским. И Римия Вишневецкий его враг главный, который воевал за другой проект Украины. Боевода русский. Ну, что, как бы еще. Все все знают на самом деле. Просто делают, что стесняются. Ну, не надо стесняться. Начнем с переименования московского государства. В Токем оно всегда было. А следующим шагом надо возвращать себе историческое. Ты понимаешь, люди могут действительно относиться к этому снисходить, как к троллингу, как я уже сказал, но вообще в истории самоназвания, которые конкурировали, они же были, и были большие проблемы. Ну, последний, самый ярчайший пример это Македония, которая вынуждена была переменоваться в Северную Македонию, поскольку у Греции были претензии и регионы Македонии. Сколько раз Российская Федерация переименовывалась за 20 век? Давай посчитай. О, ну, приличная, конечно. Ну, сначала это была Российская Империя, правильно? Да. Там она стала с чем? Она была республикой во время 17-го года при временном правительстве. Объявлена была русская. Была республикой, да. Потом она стала РСФСР, потом она стала частью Советским Союзом, потом она стала Российской Федерацией. Много раз, пять раз минимум. Ну, так а шо, шестой и за горами. Дело такое. Можно даже назвать это оставлением исторической справедливости. Можно рассматривать это как тролльно сколько угодно, но если посмотреть на речь Путина и все речи Путина в оправдании этой агрессии, то там нет экономических военных причин. Там называются только, в основном, называются только исторические и метаисторические. Поэтому есть два человека, которые все это воспринимают. Путин и Арисович. Их сражение на этом поле. Все остальные хихикают и делают вид, что, ну, да, современные люди, где они же там типа про экономику, про соотношение сил, про там какой-то этот самый. Ну, кто же бредит этими историческими сказками? Я скажу, Путин бредит. Он бредит настолько, чтобы затеять ради этого войну, в которой мы выгребаем все. Верящие в сказки или не верящие в сказки? Так если это корень причины и самая главная причина, так может ее и надо устранить? Что же мы симптомы? Все симптомы лечим. Давайте с причинами разберемся. Ну, то есть, это, на твой взгляд, конвертация символического в политическое? Ну, символический капитал очень дорогого стоит. Собственно говоря, вокруг него идет борьба за что мы еще ее... Простите. Так давайте же конвертируем его в политический, сделаем прямую то, что и является, собственно говоря, политикой. Символический капитал объединяет людей, объединяет людей в группы. А группа ведет себя политически после этого. Это очень естественный ход превращать символическое в политическое, политическое в символическое. Ровно этим и надо заниматься. Это и есть политика. Что нас стесняет? Ну, что такое псевдотерические сказки? Давайте говорить об ВВП, о налогах. Это, конечно, все хорошо, только вопрос. А что нас объединяет в людей, которые говорят о ВВП и говорят о налогах, как не символический капитал? а если нас это объединяет то почему бы нам не заняться принципами нашего объединения это никогда когда хорошая вещь прибавочную стоимость народ порождает очень больше начинает вопроса модификация заканчивая вопросами позиционирование и заметьте что вполне себе греция вполне себе македония занимаются этими вещами не только не только не только чего переименовывали российскую россию переименовывали как раз за прошедшее столетие тоже не глупые люди этим занимались что-то имели можно носить как угодно к российским царям и владимире ищу ленину но как бы но они что-то соображали в этой жизни судя по их достижения на политической почве хочу товарищ сталин погон и возвращал сорок третьем году церковь отечественной войну это все называл но тоже понимал что есть такие вещи как символический капитал и незначимые они много значит ну ясно посмотрим как дальше будет развиваться дойдет ли до непосредственных решений тоже пока загадка но в любом случае там конечно сильно занервничали хотя казалось бы какая мразь кто их как в раках еще одна маленькая симпатичная новость вчера был где легиону россии на 14 число российская федерация запланировала заседание совете безопасности он где хочет обвинить нас в русофобии немного не у меня вопрос а какой русофобии может идти речь если украина создает составе своих сил обороны вооруженные подразделения состоящие из российских граждан российским гражданам оружие даем обучение проводим сражаемся с ними плечом к плечу какая русофобия к чему вы говорите раз это тем кто будет там вон вон и вокруг оон премии вести в том числе прессе и всем кто будет это комментировать и тем что понимали наши зрители у нас есть вооруженное подразделение состоящие целиком из российских граждан с которым страной так как бы ну какая нафиг русофобия русофобия у нас бы близко не дали бы к оружию не подпустили бы тогда и в честь этого знаменательного события на дальнем востоке партизаны вчера спалили су-27 мы видели видео но так сказать это точно они были это партизаны легиона свободу россии они взяли на себя ответственности сказали вот вам подарок к годовщине до создания легиона на этой веселой ноте даже за час до раз за разом как бы у нас все но такие почти 290 тысяч нас смотрят и больше ста тысяч поставили лайки я благодарю всех зрителей что нас смотрели эти сорок почти шесть полный минут пожалуйста 25 кадра от алексея арестовича думаю будет рекордное число просмотров но в любом случае подписывайтесь на канал фиген лайф и на канал алексея арестовича в описании к этому видео по имени алексея арестовича можете пройти по ссылке и подписаться на его замечательный канал и поставить колокольчик что вам приходили уведомления алексей но что тебе сказать спасибо увидимся я так понимаю теперь уже в понедельник по грани деле тогда все приходите в понедельник в 21 00 погиб 22 по москве опять продолжим разговор что там будет с войной к этому моменту алексей пока пока всем зрителям счастливо спасибо